дмитрий здравствуйте приветствую дмитрий давайте поговорим о таком уже ставшим как мне кажется явлений в этой вот череде событий которые происходят на украине таком явление как контрнаступ о котором говорят уже сколько вот вы точнее знаете чем я и все говорят 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 вам не кажется что такой огромный информационный пузырь намеренно созданный а по факту ничего такого на самом деле не происходит раз ну и вряд ли произойдет на в первую очередь кажется что ничего не происходит на самом-то деле каждый день буквально войнаторские войска посылают больше тысячи своих солдат потому что я не могу называть их украинскими войсками именно там украинской армии осталось только звание часто самое натуральное именно натоска часто они все конкретно принадлежат на русским странам без собственно мы видим что украине сожалению используют украинские силы название ну что просто новое содержание так мы так сказать видим конечно же на поле боя регулярные атаки на русских войск но дело в том что российская армия за вот этот код они тоже извлекли уроки из того что происходило и там уже нет иллюзий что там украинцы там есть четкое понимание того что управляет процессом догона с других натоских штабов поэтому уже российская армия действует не только в плане вот сдерживать или там прибуждение к миру а и уже идет ценная поисковая операция и конечно же уже окопались российские военные очень серьезно там сделано много укреплений и так далее и если раньше мы могли выдать поле там личное развитие этой ситуации на фронте то с учетом эффективной реальности сейчас контур наступление анаборска это мы давно видим просто она не успешно и поэтому мы видим что просто войска на доске разбиваются укрепления российской армии и хорошо это видно также в артурмовске потому что несмотря на то что туда посылают регулярно просто больше тысячи военных на то направление в городе говоря уже за план генерируем что там просто чувака вальдер перемалывает абсолютно все что туда посылается в конечном итоге вчера буквально уже полностью весь город и там уже говорится дело техники чтобы выбрать слить частного сектора натовские войска которые там еще находятся а так в принципе уже высокоэтажная застройка полностью российской стороной рассматриваю любовь военный конфликт вот ныне и нынешний на территории во всяком случае бывшего советского союза мы все равно так или иначе соотносим это с последней войной последняя война у нас была мы знаем это великая отечественная война ну да кто-то и называет второй мировой и когда там были контрнаступление то мы увидели огромное движение воинских масс там по огромным территориям то здесь ничего такого в общем то не происходит на протяжении времени линия соприкосновения особо не меняется тоже на протяжении долгого времени и по именно поэтому вот выглядит как какая-то огромная дезинформация просто дело в том что здесь нужно отметить что мир поменялся за годы и десятилетия и объективно тогда не существовало ядерного оружия а с учетом современной реальности ядерное оружие это очень-очень серьезный фактор также в советское время с учетом того что благодаря сталина промышленность советского союза на очень высоком уровне и в принципе была наравне с ими странами то сейчас есть программе технологическое преимущество потому что технологии шевнули вперед и появились и самолеты-разведчики которые могут видеть на сотни километров и так далее то есть условия войны они изменились поэтому ориентироваться или апеллировать потому что были бы отечественные войны конечно же нельзя особенно за счетом того что секрет что девяносто первом году советский союз потерпел поражение был холодной войны и сейчас мы видим что благодаря действиям руководства российской федерации ну вот все таки наш такой многонациональный вот русский народ русские украинцы казахи у них национальности сейчас вот мы вот начинаем восстанавливать и позиции которые предотвращены ранее и здесь стоит отметить что вот эти 30 лет уж когда по сути англосаксы праве мира безраздельно то они конечно укрепили максимально свою армию военно-политическом плане в экономическом плане как надо западные страны и вас 30 раз ей нежели российской федерации это можно заметить по военному бюджету который у них реально десятки раз больше это можно заметить по экономической мощи потому что западные страны таким образом настроили международную торговлю что могут плакировать целые континенты для нормального обмена товарами это очень больно у российской экономики и так далее то есть мы видим что инструмент санкции это такой вот попытка западных стран подвинить своими институциями организации объединенных наций и уже получается самим решать и страны наказаны и собственно развиваться так то есть в этом плане условия просто поменялись в этом случае делать выводы и в отношении того а там вот так а у нас не так значит где то что значит там предательство и собственно ну и здесь говорится нужно разбираться особенно это видно кстати на партизанском движении украине потому что очень очень много людей мне как главе украинской политической партии конечно же приходит масса информации и люди заходят в вопрос и мне в первую очередь когда вот звонят украины и спрашивают а что делать в леса ухудитом или что то здесь самом деле с учетом 21 века нет ухода знаете универсального ответа потому что раньше партизаны могли написать в леса там организовать военный отряд им доставили необходимое там вооружение все остальное и в ужасном станке деятельности в процессе и все замечательно но с учетом 21 века еще там пильных телефонов беспилотников спутниковой натовской разведки и так далее так же нельзя потому что магнитарность и заканчивается печально и объективно если врачи технические возможности обнаружения там послушки и все остальное это конечно несоизмеримо что было тогда и что сейчас поэтому здесь как говорится все вот эти процессы нечего вот эта тайна покрыта мраком для того чтобы не мешать действительно нормальной казахской деятельности которая сейчас нам происходит а вот когда война закончится поэтому конечно же многое рассказать да в тумане войны зачастую многого не разглядеть но на ваш взгляд вообще вот нынешнее военное и политическое руководство украины насколько преуспела в искусстве дезинформации и в первую очередь дезинформации не столько наверное противника сколько собственного населения здесь стоит отметить что украинское руководство здесь вообще не причем вот это предатели которые давно потеряли легитимность и если анализировать каким образом ведется информационная работа то есть выставните например украинский телеканал американский телеканал немецкий телеканал и украинский условно телеканал то вы разницы никакой не найдете понимаете и здесь логично предположить что центр управления и безусловно с учетом того что у завтрашних стран рискнулся в десятки раз больше их контролем находятся ведущие социальные сети мира вот мы все названия их социальные сети знаем к сожалению так получилось за счет 30-летнего преимущества западные страны ключевых технологиях не преуспели и сейчас пользуются преимуществом конечно же нам нужно делать вывод о том что у них если брать с точки зрения политехнологической их в этом плане пропаганда поставлена на самом высоком уровне причем это не делается вот это показалось там действительно сидят целые институты которые определяют им образом можно вести информационную работу на телеканалах социальных сетях комментариях и так далее того чтобы достичь максимального результата то есть в этом плане у них поставлено все просто на высшем уровне здесь можно разве что аплодировать однако все таки с учетом того что правда все таки на нашей стороне в этом плане этим преимуществом и в первую очередь пользуемся и поэтому мы видим что западным корпорациям информационным ничего не остается делать кроме просто отключать социальных сетей любую правдивую информацию и оставлять ложь свою пропаганду в этом плане это просто хороший маркет того что на самом-то деле правда это очень грозное оружие потому что если бы это было не так то они бы не блокировали так жестко любую альтернативную точку зрения нежели бы свои интересно на ваш взгляд какую правду рассказали скандинавским странам я имею ввиду первую очередь швецию и финляндию что они так поспешили в нато особенно финляндия которая ну по моему от соседства с россией выигрывала все все время даже на протяжении самых острых периодов холодной войны это был такой и транспортный хаб и место куда уходили российские ресурсы в общем-то достаточно за за недорого и в ответ в общем то финляндия очень неплохо торговал и а сейчас до финнам просто не дают заправляться на заправках российских они к этому привыкли понимаете в чем дело ведь им обосновали это российской агрессии да понятное дело но но вот опять же мы возвращаемся к информации и дезинформации понимаете в чем дело когда после вот победы англосакс в холодной войне после развала светского союза выгодно было сделать хорошую транзитную зону для того чтобы беспрепятственно выносить ресурсы вот интеллектуальные ресурсы чтобы поскорее бежали на западные корпорации тогда то есть тогда это было выгодно вот сейчас мы видим когда российская федерация возвращает суверенитет утраченный то безусловно мы видим что ситуация резко меняется и страны которые де-факто были и так под натовским контролем не просто уже переходят до юра этот контроль не для кого же не секрет что есть просто анализировать там промышленность вот этих скандинавских стран норвегия финляндия швеция и так далее не являются суверен объективно если мы просто посмотрим на карту что то евросоюз и что такое эти страны будут евросоюза то здесь мы сразу понимаем что все ключевые политические процессы там зависят от доброй воли англосаксов которые как известно управляют не только в евросоюзе и так далее и поэтому с учетом того что у них нету своей военной какой-то помощи них нет ключевых технологий которые позволили им даже вот претензию высказать на некий суверенитет поэтому здесь просто мы видим какие страны они полностью ввиду яркий пример это швейцария которая очень много десятилетий красовалась суверенитетом и зависимостью так далее но с учетом того что жвейцария по сути в котле евросоюза находится все процессы в швейцарии каналируются в любом случае евросоюзом то здесь швейцария все равно вынуждены сейчас выполнять все требования которые прилетают из-за океана и таким образом все-таки банковский сектор уже проломили и с налогами там тоже закутили гайки и подстроили царя европейские налоговые хотелки ну и точно так же сейчас произошло с боеприпасами раньше швейцария запрещала реэкспорт спинь боеприпасов а сейчас вот все таки объяснили на санкции что просто обрушат экономику если не будет более сговорщик и таким образом видим просто как целые страны и целые народы ломают через колено и лишь бы все-таки достичь главной цели уничтожить русскую цивилизацию вот вы упомянули о том что нато ну в какой-то степени подменяет собой такую организацию огромного как организация объединенных наций но ведь не он единым например есть пока еще есть во всяком случае такая организация как оба с я ведь с очень благородным названием организации по безопасности и сотрудничество в европе а вот не далее как вчера например президент лукашенко говорил о том что от нас много раз и от нас и от белоруссии от россии исходили инициативы давайте давайте соберемся в рамках этой организации посмотрим друг другу в глаза и решим что не так с нашей общей безопасностью и давайте что-то что-то вместе придумаем чтобы всем было хорошо ну если так образно выражаться но в ответ ничего внятного не прозвучало вот эти все вот структуры насколько они очень жизнеспособны на сегодня и есть ли у структуры могут работать только тогда когда комбий стороны настроены на диалог а мирное какое-то решение вопросов мы видим что десятилетиями западные страны не были настроены как комбий суда мы вот постсоветских республик у нас впечатление что если выполнять все хотелки у вас агса кто тогда значит запад значит заберется в свои объятия и будет целенское счастье значит и стиль не берегаем и лучше перейдем по факту мы видим что все вот эти вот хотелки запада исходятся к анальной эксплуатации природных ресурсов вот ограблению страны экономики они так живут они сформировались благодаря коррежу и собственно эту политику максимально высокого уровня через чаток денег ничем не обеспечены через технологическое преимущество через шантаж через организацию госпереворотов и по сути вот загон всех стран мира под формат корониального несистемного управления то есть это безусловно история которая не предполагает каких-то коммунистов и каких-то нормальных взаимоотношений партнерских тут всегда есть хозяин а есть собственно раб и в этом плане российской федерации беларусь в этом плане категорически не согласны с таким развитием событий поэтому когда предлагает беларусь и российской федерации сесть за стол переговоров и договориться на раб по условиям безопасности то западные страны игнорируют все это потому что им это не надо им нужно уничтожение суверенитета полностью и именно тотальное подчинение поэтому нету предмета дискуссии нету предмет диалога и поиска компромисса мы видим что западные страны просто действуют на уничтожение и яркий пример там когда за американские деньги сейчас тренируются в украине боевики так называемого там полка калиновского и так далее куда специально опустимую миру берегу беларуса получают убивать ну и вряд ли это все делается с благими побуждениями здесь делается закладка будущего чтобы внешне все эти боевики вот рано или поздно очкились в беларуси и занялись явно не вращиваться а вот это вот не желание идти на переговоры на равных позиция зеленского который отрицает любые переговоры с россией это оттуда все мы же знаем что в общем то не вряд ли сам он принимает решение идти на переговоры не идти на переговоры давайте давайте просто логически рассуждать если вот западные страны просто прикрутят крайних боеприпасов то как бы зеленского будет два варианта либо застрелиться либо сбежать очень быстро и в этом плане с учетом того что сейчас украинский народ находится реально заложников вот этих международных террористов которые ведут свою агрессивную наступательную войну сейчас конечно же их карта и безусловно если вот они захотели бы конечно непонятно не перечисляли деньги из бюджетов уже от зеленского и ему нечем не было зарплату боевикам и солдатам на верность и таким образом просто войско разбежалось а так мы видим что по сути напрямую с диреканского бюджета деньги официально сначала в украинский бюджет и там уже распределяются зарплаты служащим баком и так далее то есть такая же история с боеприпасами и если на назад в странах каким образом там изменить риторию кузелинского даже предположим что кузелинский убежал куда-то из под британского конкурья находится регулярно ну чудеса включаются и даже на этих чудесах мы все понимаем что через финансы и через контроль боеприпасов и системы вооружений то безусловно в течение недели зеленский будет говорить абсолютно все что напишет ему западных стран западных стран и засунуть в судьбу чтобы он это делает профессиональный актер просто хорошо с эмоциями начитал но просто я к тому что вот эти все раунды переговоров 2 2 на территории беларуси затем в турции ну про минские соглашения вообще уже даже вспоминать участники этого процесса признали по итогу что они просто обманули очень ну да я имею ввиду с западной стороны ну и ну и включая включая и порошенко который тоже открытым текстом сказал что им нужно было просто время и в связи с этим тоже получается все вот эти вот вот эти вот переговоры ну это все хорошая мина при плохой игре просто обычный обман дело в том что опять же цели у запада были изначально абсолютно другие некоторые элиты разные страны дали к музея с западными странами можно на равных ставить решение но после 24 февраля 2022 года эти иллюзии полностью улетучились особенно с учетом того что лет по украине и после и поэтому когда мы говорим за различные переговоры с украины то мы получается должны короче смотреть в корень даже вот с днем зерновой успеха как-то казалось бы отпустим тот факт что большинство черноземов украинских западных корпораций но почему-то вывозится больше в европы какие-то голодающие страны там африки там и азии поэтому здесь ну вот если поанализируем какие требования и собственно предметы сделать это часть уступок западных стран и часть уступок со стороны российских федераций разу по транзитом чтобы корабли выходили с портов ну а западные страны в свою очередь делают поблажки для оттогория сельскохозяйственной продукты российских федераций и главные требования сблокировали по счету банка чтобы возобновили поставки запчасти к сельскохозяйстве и вот ну и чтобы не отмечивать судоходства в нейтральных входах потому что через страху по судов он на самом деле плотирует банальное передвижение судов с российскими товарами и вот банально для того что включается с нападными странами то существовать более менее в таком международном рынке то здесь видим что зерновая сделка случилась неким компромиссом когда российские дипломаты по сути все таки я считаю что это лепут потому что все таки сын россии несмотря на жесткое противостояние западные страны вынуждены были снять ряд смещений таким образом российская промышленность российский акарный сектор в первую очередь получил массу преимуществ таким образом российская экономика очень и очень хорошо перенесла все ограничения которые вводили поэтому здесь вот когда мы говорим за вот эти формат переговоров то он подходит не с украины там про украину вообще никто не говорит там говорят за процессы которые в мире происходят которые конкретно касаются экономики ну и конечно же началась третий мировой война ягод потому что для фанта то есть конечно другие системы вооружений по украине третья мировая уже в полном ходе недели там пластические ракеты и системы создавали и на самые последние самые последние наборские разработки поэтому здесь очевидно что ситуация очень и очень сложная международном формате чисто с точки зрения экономики мы видим что все-таки дипломатам удается находить компромисс в ограниченном формате ну а здесь нам все-таки нужно опять же делать вывод что с учетом наличия ядерного оружия все равно ситуация дает какую-то промиссу а вот он уже корректорически и скорее всего не решаться на поле боя в первую очередь в минске прошла парламентская ассамблея государства членов договора коллективной безопасности и о многом говорили но на ваш взгляд вот эта организация в современных условиях какое может быть новое значение или новый смысл приобретает здесь нужно отметить что решение о создании у дкп она была своевременна она была нужна особенно учетом современных реалий поэтому разве поаплодируют удосту руководителей которые еще тогда задумались по том что западные страны далеко не всегда хотят мир и благодетствие вот для наших народов и поэтому когда мы сейчас вот настолько жесткое противостояние с целью уничтожения суверенитета и терроруссии россии и многих других стран здесь мы видим что под икб является очень и очень жизнеспособным блоком организации которая позволяет все-таки формате воинного единства противостоять общему и и вот в армении это можно было ярко да и вот инфраструктуру между шагом и армении и там вот икб сыграл просто замечательную городовскую роль и это все-таки позволило сохранить сотни тысяч жизней и конечно западные страны понимают что у дкб в первую очередь союз здесь как говорится даже у сузы и вот искусство войны здесь в первую очередь разрушил планы противника потом его союзы а потом уже сами то есть здесь конечно эту организацию атаку стараются дискриминировать каким-то образом пытаются через армению нести раздраясь отношения между странами вот от этого от этого от этого перебиваю предостерегал как раз минске и лукашенко вот эти государства что ну открытым текстом говорил ребят посмотрите очень без эмоций потому что вас пытаются развести сейчас просто ну обмануть опять в очередной раз здесь я думаю что это абсолютная правда и здесь можно разочтут подчеркнуть что на примере этого предпостояния абсолютно очевидно что организацию дкб будут стараться разрушить причем будет стараться разрушить это самое грозное вне на политической силы в мире поэтому конечно давление будет системное всестороннее и здесь нужно просто понимать поэтому конечно мы сейчас видим как на всех членов дкб совершается очень серьезное давление шантаж позы церквуги и далее потому что сейчас мы видим что по сути англосадцы превратились с народного жандарма если так считаю на протяжении 10 лет после развала советского союза вы международного террориста особенно с учетом того что если плохо дкб и т.д. и увидим что запуливание террор так открыт взрывы северных потоков 1 и 2 вот это все вот такие вот яркие маркеры внешней политики англосадцы то есть те люди которые раньше занимались кортежами по сути там континентов целых сейчас уже сформировались и с точки зрения финансовых систем уже грабят все человечество де-факт на уже высоком уровне глобальном а система управления и чисто террористическая через угрозы шантаж на стиле вот через хаос через войну когда целые континенты ввергают просто бессмысленные войне мы это видели с в сирии очень хорошо когда коленции западных стран на скорую руку там собраны начинали финансировать просто боевиков против искранной власти и в этом плане вот такая политика к сожалению видим сейчас доминилов самое страшное что у этих народных террористов которые сидят в вашем доме есть ядерная кнопка и у них сейчас по сути не только ядерная кнопка еще и одна из мощнейших экономик конечно же еще и масс информационных ресурсов и так далее для вот будущего человечества это очень и очень опасная история и здесь получается хочется просто пожелать удачи вот и российскому руководству китайскому руководству и стану и не других для того чтобы все-таки каким-то образом без третьей мировой ядерной войны все-таки данных международных террористов то есть привести в состояние похожее на людей потому что сейчас по действиям западных стран мы видим что руководству сидят субъекты произнесли слово террористы терроризм а вот вы говорили а у меня сразу вспомнился захар прилепин дарья дугина владлен татарский речь то идет уже не даже не о северном потоке хотя это конечно там большое событие но там хотя бы никто не погиб на здесь вот две смерти и допустим прилепин до сих пор еще больницы вот эти вот методы надо понимать что они будут продолжаться вот таких такого рода безусловно потому что мы видели что есть серии эти методы применялись в офисе точно также у нас запутать в других театрах противостояния с этими силами которые не соглашаются с их полным контролем над всем земным шаром поэтому вот именно такие подходы там сейчас партикуют и поэтому мы видим террор как лично вот через вот такие вот террористические акты в таком дубальном масштабе потому что после взрыва северных потоков очень много газа ушло в атмосферу и это очень серьезный удар по экосистеме планеты даже вот это не остановило этих международных террористов такого чтобы все таки не делать этот террористический акт то есть это просто говорит о том что люди которые там принимают решение не обращают внимание и на народу целых стран и на конкретных людей и даже не обращают внимание на то что будет нет и не поступали потеплением и так далее с ними вот процессами когда они действительно важны для всего человечества и это конечно же наводит на определенные мысли здесь говорится выбора нет нужно и действовать максимально жестко для того чтобы многополярный мир это не было красиво расколо что это было де-факто это существовало ну что есть не будет то по факту если мы возьмем стран латинской америки априке арабские страны их объективно не хватит мощи военной политической экономической для того чтобы вот дать бой вот этой вот грозной силе которая это факт и сейчас является международным террористом хочется конечно вспоминать о генри отрез который лопнул трест лопнул откуда изнутри любой может быть этот трест постигнет а живучесть я не сомневаюсь что в западных страны есть масса порядочных и адекватных людей которые понимают почему ведет данная политика и я очень надеюсь что здравый смысл там у них возобладает и те люди которые понимают что от терроризма нельзя строить будущего человечества они все-таки сделают необходимые действия ну а вот эти вот бешеных недолюдей все-таки не поостранят либо честно что-то случилось будем верить лучше спасибо вам большое дмитрий за за этот разговор за ваше рассуждение счастливо спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!